Ежедневно в зоне метростроя на пересечении улиц Полевой, Новосадовой и Самарской трудятся порядка 30 специалистов. Работать начали 8 октября. За это время строители демонтировали дорожное полотно на проезжей части, подготовили траншеи под укладку ливневого коллектора, заканчивают переустройство водовода. Скоро начнут выносить сетевые кабели. На этом участке задача особенно важная. Тут в дальнейшем будет стыковка действующего и нового тоннеля метрополитена. Поэтому все инженерные коммуникации, проходящие под землей, необходимо перенести. Как отмечают специалисты, работа идет в графике, все по плану. Сложности возникают только из-за погодных условий, но и они не помешают справиться с задачей. Рабочие планируют уложиться в 39 дней, а после подготовки приступят к основным работам непосредственно по строительству метрополитена. Трудятся только днем, хотя есть возможность работать и ночью, но пока, отмечают строители, это не нужно. У нас законом разрешается работать и ночью, но большая часть работ все-таки выполняется в дневной период. Они связаны с шумом. Чтобы минимально причинять неудобства окружающим жителям, пока мы справляемся в дневном режиме. На сегодняшнем совещании в мэрии, которое прошло с участием представителей регионального министерства строительства, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко напомнил, что специалисты должны уложиться в обозначенный срок и за 39 дней подготовиться и переустроить инженерные коммуникации. В другой зоне метростроя, на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской, специалисты также продолжают вынос инженерных сетей. В скором времени рабочим предстоит перенести трубопровод через проезжую часть улицы Красноармейской. Для этого готовится провести горизонтальное направленное бурение, закрытый способ, без траншейной прокладки труб. Для этого по двум сторонам улицы всего лишь выруют две небольшие заводные ямы. Все для того, чтобы не пришлось перекрывать движение транспорта по Красноармейской. Установка, которая идет методом продавливания, вытащит за собой трубу. И на обратной стороне, будем говорить, выходит гильда протащена, потом ее за... Ну, я как говорю, протащили чулок, потом за нее начинает затаскивать трубу, которая будет укладываться. Во время строительства метро резонанс среди жителей вызвал демонтаж одной из колонн, которая находилась у сквера между площадью сельского хозяйства и улицей Полевой. Однако все слухи о судьбе архитектурного элемента времен СССР развеяли. Пока сооружение остается в районе Перекрестка, где работают специалисты метростроя. Подрядчик демонтировал колонну, чтобы в ближайшее время перевести ее на склад муниципального предприятия благоустройства, как говорят специалисты, на ответственное хранение. За дальнейшей судьбой объекта архитектуры пристально следят общественники. Я лично прибыл на место. Вот она сейчас подготавливается к перевозке на зимнее хранение. Она в хорошем состоянии. Сразу хочу сказать, что тот металл, из которого она сделана в советские времена, конечно, нуждается в реставрации. Но я думаю, что именно благодаря переносу и строительству новой станции метрополитена в городе у нас эта стела, она заседает по-новому. Территория, где предусмотрен стартовый котлован после всех строительных работ в 2024 году, подлежит благоустройству. Будущий подрядчик по основному этапу строительства восстановит колонну, сохранив ее первоначальный вид. Региональный заказчик и администрация Самары, работающие в тесном взаимодействии, стараются минимизировать неудобства для горожан в связи с временными ограничениями движения транспорта и просят жителей областного центра отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам. В будущем ввод в эксплуатацию новой станции метро значительно улучшит организацию транспортного сообщения между отдаленными районами и историческим центром города. В том числе повысит транспортную доступность музеев, театров, социокультурных площадок, до которых с одного конца города на другой можно будет добраться за 20-25 минут.